Всем привет! Меня зовут Вероника, и сегодня я хочу с вами поделиться своими любимыми маслами Элио для волос. Рассказать, что это за продукты, как ими пользоваться, почему лично я ими пользуюсь уже как три года. Потому что линейка Элио была запущена в Ariflame в конце октября 2015 года, и как только я увидела эту потрясающую серию, я тут же ее сразу же купила. Кстати, она была достаточно дорогая, если смотреть вообще из всей продукции Ariflame, это премиальный уход, и действительно сейчас компания снизила цены на 500 продуктов до уровня 2015 года и даже ниже. Поэтому иногда средства можно купить даже дешевле, чем это было три года назад. Это круто! Но сейчас не об этом. Почему же я пользуюсь этими средствами? Сюда входят натуральные масла розы, органы, а также корень репейника и витамин F. Если говорить про органовое масло, то это очень дорогостоящее средство на сегодняшний день, которое обладает большим количеством витамина Е, очень хорошо питает, увлажняет, ухаживает за кожей лица, за кожей головы, за волосами, за губами, смотря куда входит это средство. Потому что в компании Ariflame достаточно много средств, где содержится органовое масло. И органовое масло не только любят за то, что оно обладает очень хорошими свойствами, но и также это масло, которое очень сложно добывается. Во-первых, органовое дерево растет только на юге Марокко и реже встречается в Алжире. Поэтому только две страны есть, где вообще находятся органовые деревья. Далее, чтобы добыть один литр органового масла, нужно переработать 30 килограмм плодов органового дерева. Просто представляете, да, один литр к 30 килограммам. Это очень, конечно, большие объемы, и поэтому этот компонент очень дорогостоящий, и очень славятся все продукты, где есть это органовое масло. Я этими маслами пользуюсь все три года, как я уже сказала. Я их использую, если честно, практически все и разом. Как это выглядит, сейчас расскажу. Первое у нас появилось защитное, раньше еще было разглаживающее, к сожалению, его убрали. Мне очень нравилось, но сейчас вышла в другой линейке разглаживающая сыворотка. Я ее еще не попробовала, но собираюсь это сделать. Итак, защитное масло. Вот так вот выглядит. Код этого масла, если я здесь найду, да, 31614. Это масло предназначено для тех, кто окрашивает волосы для того, чтобы защищать свои волосы от выцветания, защищать пигмент от солнышка. Поэтому, если вы краситесь, то обязательно приобретайте именно защитное масло. Но в этом году я им пользовалась частенько летом, и что я заметила? Я не крашу волосы сейчас, но я заметила, что мои волосы, ну, они выцвели, конечно, но не в той мере, как это было раньше. Поэтому, действительно, это масло можно использовать абсолютно всем, кто просто заботится о своих волосах. И лето хоть и прошло, да, но тем не менее, это хорошая защита. Я думаю, что зимой я продолжу это делать, защищать свои волосы, потому что зима, холода, все дела тоже сказываются на состоянии волос. Следующее масло, которое появилось в этой линейке, было вот такое восстанавливающее. Оно более жидкое, и кажется, что это как спрей. Но ни в коем случае не надо брызгать на волосы из флакона, только на ладошку. И также растирать, потому что это масло, да, оно более жидкое по консистенции по сравнению с вот этим маслом. Оно все равно более густое, маслянистое. Здесь я больше называю водичка с маслом по текстуре. Это восстанавливающее масло, предназначенное для тех, у кого сухие и поврежденные волосы. Но я, тем не менее, им пользуюсь, чтобы волосы не были сухими и поврежденными. Но у моей мамы в прошлом году была ситуация, она очень сильно, так скажем, испортила волосы под солнцем. Они почему-то у нее прям были пересушенные. И она потом несколько месяцев постоянно пользовалась этим маслом. У нее, правда, уходило прям по 6-7 брызгов. Это очень большой объем, ни в коем случае так не делайте. Это именно для тех, у кого очень-очень в плохом состоянии волосы. И вот это масло я их восстановила. Поэтому действительно оно классно работает. Далее появилось у нас масло против секущихся кончиков. Оно называется питательное. Кстати, код восстанавливающего масла 31613. Питательное масло 31616. Для секущихся кончиков. Ну, я думаю, что все знакомы с такой проблемой, как секущиеся кончики. И я не исключение. Но, тем не менее, я всегда за этим слежу. Пользуюсь средствами, которые, конечно же, их склеивают. И вот это масло мне очень-очень понравилось, когда только появилось. Потому что я его оценила мгновенно. Действительно, у меня лично кончики склеились с первого нанесения. Но, если так получилось, что вы не ухаживали за волосами в плане секущихся кончиков. Да, никакими другими до этого не использовали. Сывороток, не знаю, масел. То, возможно, у вас это масло будет работать через какой-то промежуток времени. Но оно будет работать обязательно. Поэтому я его тоже люблю. У него, в отличие от других масел, больше, видимо, масла розы. Но почему-то аромат здесь именно идет роза. Вот здесь все-таки органа больше отдает. А здесь именно роза. И оно более жидкое в сравнении с вот этим. Но более густое в сравнении с вот этим восстанавливающим. Как я использую эти масла? Есть два варианта. Вы можете наносить их на влажные волосы. Можете уже на высушенные сухие волосы. Поэтому, если вы еще ни разу не пробовали эти масла, купите и попробуйте и так, и так. И смотря как вам понравится, так их и используйте. Я лично нашла для себя метод все-таки использовать на влажные волосы. То есть я помыла голову, промокнула полотенцем, сделала одно нажатие на ладошку, растерла. И потом вот такими движениями наношу масло на волосы. Ни в коем случае на корни не наношу. Я вообще начинаю где-то вот отсюда наносить. Но смотря какая у вас длина волос, так вы и наносите. Я могу сделать 2-3 брызга восстанавливающего и еще одно нажатие питательного. Просто это не все за раз, да? А по очереди сначала одним, потом другим. Я уже чувствую волосы свои. Я их могу на ощупь определить даже во влажном состоянии, что им необходимо. И таким образом я уже использую средства. Иногда я могу одним воспользоваться. Иногда я просто наношу CC-крем для волос. У нас есть 22 в одном. И больше ничего не использую. Но все-таки масла у меня постоянно в использовании. Так или иначе получается. Это очень-очень редко, когда я не использую масел. Я знаю очень многих, кто наоборот использует уже на сухие волосы. После того, как высушили или высушили. Естественным способом вы наносите их для блеска. Что дают эти масла? Они очень круто ухаживают за вашими волосами. Они действительно становятся более блестящими. Более ухоженными. Более мягкими. Приятными на ощупь. И, конечно же, склеиваются кончики. Поэтому обязательно приобретайте масла. Пробуйте, подбирайте. Я лично считаю, что можно все купить масла. И по очереди их использовать. Либо одновременно. Это уже зависит от состояния волос. И ваших потребностей. Но даже если начинать с какого-то масла. То, смотрите. Защитное для окрашенных. Для сухих, поврежденных. Восстанавливающее. Ну и питательное, я считаю. Самое универсальное. Потому что идет для секущихся кончиков. Если вы не знаете, с какого начинать. Наверное, берите именно питательное. На этом я заканчиваю свое повествование. Надеюсь, я была вам полезна. Поставьте палец вверх. Если это так. Так, также можете подписаться на канал, чтобы не пропускать новые видео. И поделитесь, пожалуйста, в комментариях, какое же любимое ваше масло из коллекции Элио. Защитное, восстанавливающее или питательное. Ну и также поделитесь своими методиками их использования. Может быть, у вас свои какие-то наработки. Как-то вы их по-интересному используете, нежели я знаю. Мне будет очень интересно почитать. И до новых встреч. Пока-пока.